Сейчас у многих Новой Зеландии ассоциируется с тихим, красивым уголком на крыло света, с потрясающей природой, местом, где проходили съемки Властелина колец. Когда речь заходит о знаменитых новозеландцах, то в голову приходят Питер Джексон и Рассел Кроу. Глядя на новозеландских голливудских звезд, немногие в курсе, что еще 200 лет назад в Новой Зеландии белое население отсутствовало вовсе. К началу 19 века на территории Новой Зеландии проживали коренные народы Маори. Маори не было единого государства, они были представлены десятками различных племен. Маори отличались исключительной воинственностью, очень любили воевать друг с другом, ходить в взаимные походы, захватывать рабов, баловались человеческим мясом. Основным оружием у Маори были плоские короткие палицы, выполненные из дерева или кости. Пато. Глядя на такое, понимаешь, что умирать от ударов такой придется больно и долго. Был у Маори обычай наносить татуировки на лица, так называемая татуировка Мока. Татуировка Мока считалась священной, и наносить ее себе на лицо считалось очень почетно. Поэтому, если ты был уважаемый член племени, воин или сам вождь, то твое лицо обязательно должно быть покрыто татуировкой Мока. Татуировка Мока у Маори так ценилась, что со временем появился обычай. Человека с такой татуировкой после его смерти отрезали голову, извлекали мозги и глаза, голову сушили и сохраняли как реликвию. Такие высушенные головы назывались Макамакайи. Макамакайи предков, знатных воинов, вождей или даже уважаемых врагов, хранились дома, в отдельных коробках и вынимались исключительно по праздникам. В общем, жизнь коренных новозеландцев текла своим рутинным чередом. Забивали друг друга до смерти деревянными палицами, ходили во взаимные походы, захватывали рабов, головы отрезали и сушили. Это у них, кстати, был придуман боевой танец хака, который мы сейчас знаем по новозеландской регбийной сборной. Корчить рожи, высовывать языки, выпучивать глаза, а Маори придумали не просто так. Таким образом, они перед битвой показывали врагам, как будут выглядеть их отрезанные головы. Футболисты, исполняющие хака, производят эффект. Футболисты, исполниющие хаковки. Музыка Можно себе представить, какое впечатление производил Хака В исполнении голых татуированных мужчин с палецей в руке Ну вот в один прекрасный момент до берегов Новой Зеландии доплыла европейская цивилизация В лице британского флота Британцы стали сразу прикидывать, как бы сделать Новую Зеландию своей очередной колонией Без особого гемора и затрат на войну Чтобы при этом максимально сократить народонаселение Маори Быстро сориентировавшись на месте, европейские цивилизаторы Решили сделать ставку на племенной разобщенности и воинственности Маори И тут в помощь пришла невидимая рука рынка Как там говорил Чубай с начала 90-х Голодного надо не рыбой кормить, а удочку дать Чтобы он сам себе эту рыбу наловил То есть самая удочка для коренных новозеландцев стала огнестрельное оружие Северным племенам, которые в силу своего положения первыми установили контакты с европейцами Продали ружья Освоив революционное для себя оружие, эти племена стали активно уничтожать и прообращать своих незащищенных соседей В невиданных доселе масштабах Само собой, это спровоцировало невиданный всплеск интереса Маори к гестрейному оружию Чтобы не быть уничтоженными более сильными соседями, все племена стали активно скупать у европейцев ружья Само собой, цены на ружье в Новой Зеландии достигли невиданного роста Цена одного ружья достигала 25 свиней и 200 корзин картофеля Для Маори, живших натуральным хозяйством, это не дешево Естественно, продаваемые Маори европейцами ружья были самого низкого качества Чтобы после недолгого использования Маори опять шли к белым цивилизаторам покупать очередную партию старых мушкетов Продукты иссякали, начался голод, а междоусобные войны, которые вошли в историю под названием Мушкетные войны, только усиливались Тогда Маори стали продавать европейцам землю, самую лучшую плодородную землю На проданных землях сразу же селились белые поселенцы На острове тем временем все воевали против всех Некоторые племена были полностью истреблены, некоторые полностью порабощены Лишившись всего, Маори стали продавать европейцам свои священные сушеные головы, макамакая Тут надо понимать, что для Маори продавать макамакая, это как для православного человека снимать и продавать кресты с могил своих родственников Но деваться было некуда Если ты не купил удочку в лице ружья, то рыбой в Новой Зеландии первой плыли 19 века станешь ты Европейцы проявили массовый интерес к скупке священных голов Поэтому сушеные головы быстро закончились И Маори стали массово наносить татуировки на лица рабов А затем убивать их, отрезать головы, сушить и быстренько продавать европейцам Вот таким образом всего за пару десятилетий из общего населения Маори в 100 тысяч человек 20 тысяч погибли в мышлетных войнах Еще 30 тысяч упали в рабство, где многие из них тоже погибли Таким образом почти полное население Маори не вписалось в рынок Ощутив на себе все преимущества капиталистического уклада общества над родоплеменным Маори без всякого завоевания в 1840 году добровольно вошли в состав Британской империи И стали британскими подданными В итоге сейчас лишь около 15% населения Новой Зеландии Это этнические Маори Остальные же потомки белых поселенцев Вроде Рассела Кроу И вот одним из ярких представителей новых хозяев Новой Зеландии Был британский генерал-майор Горацио Робли Генерал Робли активно в имении его искупал за бесценок сушеные головы Маори В итоге собрал внушительную коллекцию Макамакай Собирал он головы не в этнографических целях Генерал был обычный перекуп, который стремился на перепродаже голов нехило навариться В принципе это ему удалось Свою коллекцию из 35 голов Он в итоге продал в Американский музей естественной истории За 1250 фунтов Головы там можно увидеть и сейчас Ну а чтобы рекламировать свою коллекцию И рассылать коммерческие предложения музея мира Генерал сделал свою знаменитую фотографию На фоне своей коллекции Субтитры создавал DimaTorzok